Этого никто не ожидает. Это такой себе темп. Потрошение бьет Штормграда. Штормград большой и не очень хочется брать. Руги нужны, ремувалы. Плюс урон в лицо какой-то. Dark Iron Dwarf очень простой, конечно, намного лучше, чем Голодный Дракон. Хотя Голодный Дракон хорош для разбойника. Можно всегда заранее подготовить клинок и убить единицу, что выйдет. Но Dark Iron Dwarf лучше. Алый Крестоносец лучше, чем все остальное. Хотя Льдино неплохой. Вулканический Дракон худшая карта здесь, безусловно. Танк Паук. Вождь Северного Волка. Ну, тоже такой. Да, как правило, неплохо играть на разбойнике. Опять же, играешь темп, играешь быстро. Но нет. Танк Паук лучше. По тому же темпу. Хуб Гоблин. Нет. Ни одной карты с единицей атаки. Капитан Южных Морей, наверное. Ну, Пахититель дорого и бесполезно. Ужасные характеристики для шестерки. Ну, не такая же хорошая у него и эта штука. Пока, Максим. Да, наверное, я возьму просто 3-3. Сходка. Бесполезная карта. Дракон Механик. Слабая карта. Лучница. Ну, ладно, как старт комбинации. Причем полезный. Вполне полезный старт. Ликвидация поинтереснее, чем Вер Клинков. Хотя мне, конечно, хочется какой-то и АОЕ, и Дроу. Но ликвидацию я возьму. Вперед. Морской Великан. Подготовка бесполезна. Это бесполезно. Танк Паука или Главарь Братства 2. Наверное, я предпочту Танка Паука здесь. Да, мы, конечно же, давайте взглянем. Сравним. Спайдер Танк 70. 74. Но я что-то как-то не очень отношусь к такой цифре. Да, это, конечно, очень крутой его дофига. Велью с него достается. Но что-то как-то... Ну да, у меня и троек, правда, много. Троек много, мало двоек. Может быть, из-за этого взять. И еще Морской Великан плюс. Еще плюс Даркан Гор. Ладно, давай возьму его. Ну, говорили. Конечно же, Луд Хордер. И еще один Алый Крестоносец. Еще одно Потрошение. Хотя мне, конечно, не хочется лечения, но это все же слабое лечение. Вер Клинков как еще один Дроу. Пока у меня мало Дроу и какой-то уем. Диверсия, мне кажется, поинтереснее, чем Терпелевый Убийца. Потому что Терпелевый Убийца выходит, нужно заранее выйти на стол. И, соответственно, противник не будет ничего доставать против него. Поэтому я предпочту Диверсию. Собирать от Сокровища еще один. Да, конечно. Наверное, Разрушитель. У меня не такие тяжелые карты для того, чтобы Гном Призывателя как-то хорошо разыграть. А стол занять я могу и Разрушителем пострелять. Поэтому я возьму его. Еще одно Потрошение. Ну да, Драконозор Чародеица. Слабая карта, слабая четверка. Забав никак не получается. Вот, наконец-то у нас есть какая-то тяжелая хорошая карта. Небесный Голем. Ура, здорово. Вот это трудный выбор. Пожалуй. Потому что, во-первых, мне нужна четверка, которая может встать на стол. Хорошо. Клинок Убийца тоже нормальная сейчас. Ну и ликвидация неплохо. Значит, что у нас есть? Амбушер 60. Ассасинс Блэйд 50. И... Ассасинейт 74. Ну, наверное, да. Вижу, опять же, Амбушер, он немножко обламывает тебя в темпе, потому что возвращает твоих ребят. Но... Нет. Шаг сквозь день. Давай... Микс спорим? Давай. Ну, а что делать? Есть и Диерси ликвидации, но ремовов-то особо много и не бывает. Просто Амбушер, опять же, он просто будет возвращать моих ребят в руку. Это мне не нравится. Давай. Гном-изобретатель, как дров. Клинок Вечных Пункт поинтереснее будет, чем Яростный Пиромант. Змея мне точно не нужна. Валканический Дракон. Да, здесь я его возьму. Ранее быстрая агрессия. Мне хватает карт на дров. Мне спринт не нужен. Да, у меня 2, 3, 4. Четыре карты. Это достаточно. Второй Валканический Дракон. Ну, на самом деле, как-то так себе. Может быть, действительно взять лучший ящер. Потому что у меня не так уж много. У меня всего 4 двойки. То есть, опять же, если сравнить... Что у нас есть? Валканический Дракон, да? 50. И... 52, что ли? Блодфин Раптор, да. Ну, конечно, я возьму Раптора. Давай Танка-Паука. Не так сильно нужен Ассасин's Blade. Тропическая Пантера. Окей. Конечно, такая у меня очень кривая манная. Так, Битрейл или... Да не, Битрейл. Давай Битрейл. Ну, и последняя карта, конечно же, Бомбметатель. Как еще один ремоул. Так, стол у нас, конечно, очень какая-то странная кривая мана. Но для Роги, в принципе, это плюс. То есть, 100% мы должны занимать стол на первых двух ходах. Хотя у меня не так уж много и двоек, и единиц. Да, всего 5 двоек. Много висерейтов. Ладно, клинки, ладно, вот, троек достаточно. Четверки тоже. Четверки уже сразу провисание у нас идет. Ну, я надеюсь, мы будем как-то не теремолами с его четверками разбираться. И парни на завершение игры. Сак Сквозь Тень, с чем может сыграть? Ну, с этим может сыграть. Хорошо сыграть, да. И, по сути, все. С этим ерунда. Лучницы тем более. Даркарен Дворф или Гном Изобретатель. То есть так себе. Нету таунтов, нету лечения. Ну, мне кажется, Победа 6. Вперед.